доброе утро дорогие мои сегодня еще с одним советом хочу поделиться это вот как делать поилку для голубей значит ну уже поняли это обыкновенный контейнер который продается в магазинах она рублей может там 150 200 стоит не знаю я давно купил давно хотел как бы делать но что-то руки не доходили ну вот сейчас вот араик приедет мне придется маленькой поилку мою отдать ему это как раз для моих будет достаточно вот такая крышечка здесь закрывается если поилка будет легкая она перевернется вдруг здесь можно вырезать сверху такую фанеру снизу затянуть саморезами чтобы она как бы вес имела ну либо можете как-нибудь грузов на эту ручку прибавить чтобы она не переворачивалась значит сантиметра 5 1 сердите линию и делайте вот такой лекал но это из обыкновенного пластика вставить и намечаете маркером вот такой но я тоненьким маркером можете крупным маркером нарисовали вот эти дырочки с трех сторон задняя сторона ну и она обычно к стенке ставится задняя сторона там не нужно обыкновенный канцелярский нож скальпель ну и досечку какую-нибудь чтобы подкладывать и это да как бы вырезать ну получается конечно в итоге такая нормальная штука поелка дешево легко и сердито и удобно еще она промывается вот это все хорошо снутри то есть как бы проблем никаких есть желание потрудитесь сделайте но это копеечный поелка считается мы сейчас зайдем голубят не там посидим чуть-чуть потом но сегодня как бы ночью дождик был с утра также 3 земля мокрая еще поэтому я решил чуть-чуть голубят не посидеть ну я уже как бы сидел открыто стоит корме уже насыпал правда голубят не еще не почистил это похоже по качестве так понаблюдаем контроль чтобы узнать по моему вчерашном ролике я вот этого шоколадного песку на красивенький шоколадники пескунчик он был сплошной так вот на голове как вот у него такой темный шоколад был вот как на хвосте такой темный темный шоколадный цвет был когда он родился сейчас начал менять вот она сейчас я папу вытащу вот он станет вот таким чередом это вот от того песка пока он как бы вот темного цвета да такой сплошной был потом начал переменять и становится вот такого цвета то что у нас меняется ну тут тоже помните вот этого это от кофейного это тоже был сплошным сплошным вот сейчас видите уже черед становится ну папа чинка дочь чинки папа вот у старой кофейный голубь все время как бы меняется голубь то есть если через несколько время мне бараик показал сказал что это вот членок я бы сходу узнал что вот это вот спод него потому что ну как бы эти вещи точно так же и среди черных бывает вот он видите чем дальше пойдет тем светлее станет тело вот папа вот как у папы то есть там вот другой тоже подойдет вот видите с головы такой беленький это тоже станет член либо станет мрамором как богу голубей слышите подряд уже птицы начинает вылупляться у них но не как бы как от одним разом еще одно пирог мне не пешком это уже помогал на молодой это это молодая за уже голубь по моему желтый чип по моему голубем будет уже начал по комплекте они одинаковые практически а потому что голубь это это и вот это это предотвращение это желтого голубя Потом есть ещё один другой жёлтый пик. И после того жёлтого вот этот красный пик. Когда отца не стало, я ясно вышла. Так вот красный пик. А, вот он. Был жёлтым. Вот этот тоже был жёлтым. Был вот такой жёлтый, как вот этот. Сейчас я показал. Братенький. Он был такой жёлтый. Сейчас, видите, вот он уже становится чилём. Будет вот как вот этот такой. Светлый жёлтый чил. Не будет вот как-то. Цвета они как бы меняются. Ну, состояние, видите, птица лысая вся. Линка вообще идёт. Ну, и папуку, видите, да, да. Пустоток летит. Особенно, когда она открывает. Тут туман начинает. Ты не понимаешь. Я как домой захожу, супруга всегда смеётся. Говорит, Чикачков пришёл. Голова вся в тени. Ну, как бы вот так тоже бывает. Ну, по состоянию показываю, да, там. И по мёда, и по состоянию. Ну, хотя я показал, что буквально вот недавно трёх песковых я отсадил на ликвидацию. Почему? Потому что это живые организмы, дорогие мои. Представьте себя. Голуби умеют заболевать, заболевать. То есть, могут они тоже, как и мы. Они тоже люди, могут тоже болеть. Ну, единственная проблема в том, что у голубей, когда они болеют, это болезнь заразная, она передаётся другим. Она передаётся другим. Поэтому больную птицу ни в коем случае нельзя держать в голубя. Если даже и не решились убирать, ну, никак не хотите убирать, ну, это там последние крови, это линии или то другое, его, значит, необходимо содержать отдельно, не в голубятне. Потому что, если будет в голубятне, у вас будут проблемы. У вас будут проблемы с этим, ничего хорошего не будет. Это тоже от белого чуба, этого папа нету, но он прилетел, а папа нет. По моему голову должен быть, кажется, на левой ноге. Такой симпатичный, малой. Спереди чубчик белый, сзади чубчик чёрный. Это от стариковского сына. И старшая сестра бессмертной голубки, бессмертной дурочки. Тоже вот челём станет, видите, они с головы начинают белеть. Это тоже шоколадно, такого, кофейного цвета. Ну, сейчас попробую найти таких помоложе. Показывать, как было цветом было сейчас. Ну, это тоже уже начинает менять. То есть, как будет меняться. Ну, типа вот такого цвета был сплошным. Вот сейчас меняет. Вот он не будет менять цвет. Вот это останется. Та спать мрамора. Вот она станет мраморным. А вот этот, да, они практически одинакового цвета были. Вот та и вот эта, да. Вот это чель, это мрамор. То есть в челе белый цвет присутствует. На мраморе белый цвет не присутствует. И помните вот этот пескончик, который у меня тогда вышел. Белый мрамор я называл. В общем, сейчас попробую его найти. Сначала сколько цветов было на ней, да, там 6-7 цветов было. Разных цветов. Сейчас она практически становится челем. Так ее еще надо найти. Где она? Так ее еще надо найти. Обычно, когда не надо, перед носом стоят. Да и так они перед носом-то не находишь. Не находишь. Это тоже вот с шахматным хвостом. Такая мазана щечка. Вот она, мамочка. Дикарька папа. А черного чубатова сын. Черные чубаты. Это черный, без чубы. Черный без чубы. Черный без чубы. Черный без чубы. А, вон она. Видите, уже такая вот. Даже серая была. Не знаю, сейчас камера передаст или не даст. Оттенок такой серый был, грубоватый был. Вот на плече еще остались оттенки вот эти. Вот сейчас она уже становится челем. Хотя это был белый мрамор. Много цветов было на ней. Разные цвета. Есть, как бы я показывал. Сейчас вот Винька пошла, меняет по цвету. Меняется. Ну, думаю. Думаю, вот ты красава. Такая серочка красивенькая на снимке. Аккуратненькая шеечка. Ну, что делать? Красивый. Ну, это тоже красивый. Вот чар красивый. Кстати, вот этот. Вот этот. Нет, тот от другого получается. Ну, это, смотрите, башка лысая вся светится. Сейчас светится. Здесь тоже птицы в линии. Вот так. Я думаю, новые, думаю, достаточно их, как бы, с голубят не снимать. Такие они замечательные, чудесные. Я как бы люблю, чтобы они вышли и не ушли. И, может, сейчас выдернули ее с собачкой. И нравится. Что, дурочка? Друга нашла? Посмотрим, как они себя посильно поведут, активно поведут. И вот, знаете, от погоды зависит. Линда, уйди. От погоды зависит. Вот, когда птица активная, вот дверь открываешь. Ну, сегодня. Ну, Линда, уйди отсюда. На всем. На всем. Да что ж ты, дура? Я тебя сейчас на цепь посажу. Хороший играться. На всем. Прилипло ко мне. На всем. Он будет показывать хороший результат. Она активная. Ну, когда дверь открывать, она такой, с неудовольствием. Да, это вот, как ребенка. Ребенок рано утром встал. Все. Портфель наделся. Все. В школу готовишь. Ну, понятно, что в этот день он пятерки приташит. Он же уроки приготовил. Заучил. Знает, что пойдет. Ему есть за что стремиться. Ну, а когда он вялый становится, там, не хочет выходить. Да, может, я сегодня в школу не пойду. Ну, понятно, что двоих приташит вам, дорогие мои. Ничего хорошего не будет. То же самое и голые, да. Когда они с ходу выходят, уходят. Ну, это уже понятно, что в этот день птица будет четко летать. Результат показывает. Видите? Ну, а когда так посильно. Ничего не хочет. Да не будет он ничего показывать. Хотя птица так же самая. Ребенок тоже самая, да. Ну, в этот раз он готов к школе. В тот другой раз не готов к школе. Ну, тут так же и птица. Ну, да. Вот. Что-то достаточно брать. Видите? Видите? Ну, так уже пошел в школу. Они как бы должны на уроках присутствовать. Вот они, видите? Пошли на уроки. Ароджан, это вот Акбашик. Это вот недавно я этого показал, что вот он, это от Красной Шейки. Вот этого голубенка должен был Эрик из Сиферопова приехать забирать. Ну, поскольку его нету, 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 этот голубенок полетит в Кемерово Карайка. Потому что Эрика не знаю, когда он приедет. Молодежь я не оставляю. Да. Хорошо. Я недавно его показывал, когда вот вместе с голубкой выпустил. Я говорю, в паровку пошла в плохую сторону. Не в пользу его. Это вот это, это же. Есть генерал, у него желтые мазаны левое крыло. Ну, я голубям обычно левое мажу, крашу. Ну, а это, видите, сами сорваются. Я даже не сорвал. Я сами даже и не сорвал. От любого шороха они сорвутся и уйдут. Мраморненький песком тоже начинает. Даже, видите, я вот-вот, у меня руки заняты. На одной руке я держу вот этот. Как она? Повербанк называется. Или что там на зарядочку. Другой рукой я держу камеру. У меня обе руки заняты, дорогие мои. Я даже никого не поймал. Хорошо. Ну, это вот от белого чубатого. По-моему, чубатенький. Или какой? Не, не чубатенький. Это этот. Следующий вот этот чубатенький постарше. Это вот, Ганаджан, это вот то, что ты говорил, точечка на спине. Вот этот пескунчик. Ну, те как бы уже поднимаются вот они самостоятельно. Ну, хотя сегодня птица пассивная. Ну, этот отдельно будет там или солнце пищать еще. Настолько права. Это одиночка. Вот этот Акбаш от Красношей. Он будет отдельно летать. Потому что у него уже голубка сейчас сидит на земле, на полу, на яйцах. Супруги нету, жены нету. Он будет кайфовать где-то. Вот она сидит. Вот этот, видите? Вот это ее голубочка. Да, там многие еще говорят, мы убираем гнезда. Все, голуби не несутся. Нету гнезда. Видите? На полу снеслись. Вот вторая. Вот это. Это из молодежи. Как бы. Так что, дорогие мои. Если они хотят нестись, то они будут нестись. Ну, эти, по-моему, уже поперли. Как они себя поведут, я не знаю. То, что я говорю, что птица пассивная, это не говорит о том, что она не должна летать. Нет, она будет летать. И насильно будет летать. И когда ты с голубятни голуби вытаскиваешь, а он не хочет он в обратно, но он не хочет. Он все равно будет летать. Может копчик его долбанет, но он все равно будет летать. Потому что это в наших руках. Это в наших руках. Ах. 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 А вы что там сидите? Ну, сейчас вот это я попробую дернуть. Голубей надо с крыши поднять. Ах. Ах. Мои от босоногих. Голоногих босиков, говорит. Ну, еще босиками называют голоногих. Говорит, мне надо с руки его пускать. это пескуны это вот от мраморного этот от красного вот красненький вышел этот мраморный вышел это пескуны ну те по моему ушли еще чуть-чуть и и будет капот еще чуть-чуть и будет капот думаю наверное уже это когда это я понять так не понедельник есть это во вторник с утра я кину этот ролик во вторник 12 айк приедет встречать в аэропорта думаю следующий ролик уже сарайком с ними достаточно потому что вчера я одну же но там на улицу но видите не хлопал не кричал не орал там не так не то ни другое тебя тоже земляком разговариваю там начал вот так начинает рассказывать этот сайт начинает рассказывает это вот красненько виде как стал и пошел и так и сяк люди которые могут все вот это показывает они вам рассказывать не буду просто откроет и покажет но если человек ничего не может показывать ну что ему остается рассказывать как они в резке по 10 по 12 часов летают что там творится это чудо это супер это то это другое я уже не знаю там кто есть кто что-то резко дикарь пошел резко падают вот они резко падают приостановились резко скинули может метра на 100 на 150 мне известно а вот он вот он ящик вот 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 сапсан дорогие мои я по птице вижу что что-то не то блин я сейчас еще и на паузу поставлю она будет долго сканировать я вот он пошел вот он вот он вот он вот он пикировка вон голубь на его пошел вот он видите сейчас бы поставил на паузу вот смотрите из стая но это со они это это не сапсан это балабан это балабан пошел голубь как хорочет балабан но он принципе ничем не уступает сапсана наоборот если сапсан поймал он от него выживаются голубь от балабана как и а те те же сложнее вырваться более на солнце уже ну как вы знаете птица они обычно летят против солнца со стороны солнца и нам ни хрена не светит их ловить да солнце не дает мне ничего снимать я уже не вижу голуби вон они а вот он или нет это не он это не он это тетер это тетер ушел видите одновременно идет это тетер он даже высоко не будет поднять даже вот внимательно посмотрите скорость того и скорость этого дыр размер крылья видите это тетерятник он корни отличается от сапсана вот он красненький он даже с боем садится по барабану и вот так башить и вот тоже по барабану этого стайка наверх в облаках часть анима 5 максимально они максимально ну как я четко узнал что что тогда птица резко падает все ну по поведении голубей я узнал что там нет тетерятник сейчас балобан ушел тот был не сапсан тот был балобан тут работает и балкага как у нояда каждая твари по паре и перепелятник и пустельга и чеглок и тетерятник и сапсан и балобан и орлы все все это есть как бы поставим на паузу будет чего интересно пока вот они тут уже ролик долгий получился он пикете один я не знаю это сапсан или голубь не могу понять но точечка поставим пусканируйте этот ведь ему по барабану даже ему по барабану даже бой не сбросил как белый так и бьет в один момент он дикорил и все блин так долго сканировался мы так долго сканировал ну принципе что 26 минут конечно долго по моему уже кое-кто и сел я его потерял он мимо ушел и ворона за ним поперли и ворона за ним поперли вот эти опять как бы скинули были выше вон они виде ворона два четыре пять высоко летает ворона потому что тут работает высоко вот они сегодня вороны высоко вылетают вот она высота и чтобы вы поняли вот как падает а не это ворона думал копчик тоже как как бы вот так дорогие марины думаю достаточно на этом я закончу до яшка сейчас атаковал убежал от страха голубей увидел испугался ты же яшку не любишь говоришь убить надо ах башек тоже скинул лишь на этом закончу подождем